Это заброшенная нефтебаза, которая находится недалеко от Риги. Автор этого видео Илья Адегов. Уже несколько лет он занимается урбантуризмом. То есть исследует заброшенные здания по всей стране. Бывшую нефтяную базу в Вангаже, а именно здесь идут съемки, Илья и его товарищи нашли еще пару лет назад. Тогда же обнаружили и бочки с веществом, на которых было помечено натрий-ОАЖ. Мы зашли, мы поняли, что там вообще нельзя дышать и ушли. И как-то забыли благополучно про это. Потом мы решили туда вернуться и смотрим это все еще на месте. Стало еще хуже, еще сильнее воняло. Если первый раз мы туда приезжали, мы заходили вовнутрь, чтобы посмотреть, что там, мы чувствовали что-то неладное. Сейчас мы просто подошли, стояли метров в пяти, и уже невозможно было дышать. Мы уже маски надевали. Колючая проволока, а вокруг никого. Именно здесь, по словам нашего собеседника, и было записано его видео. Эта территория принадлежит Вангажунафта, предприятию, которое, согласно публичной информации, было ликвидировано в 2019 году. На дверях есть номер телефона, куда можно позвонить. Что мы сейчас и сделаем. Ну, сегодня, видимо, поговорить не удастся. Но так бывшая нефтяная база выглядит только с одной стороны, а с другой все совсем по-другому. Ни забора, ни номера телефона, пусть и недоступного в данный момент. Туда может прийти кто угодно, забора нет, табличек нет. Просто подходи, заходи вовнутрь, дыши этими химикатами, и есть шанс, что ты оттуда просто не выйдешь. Если ты какой-то неосведомленный человек, если, допустим, ты еще учишься в школе, ты еще не чувствуешь опасности, не знаешь, это может очень плохо закончиться. Поэтому сам Илья и обратился в службу окружающей среды. Там, говорят, проверили и действительно обнаружили на территории около 25 кубических метров гидроксида натрия или натрий-ОАЖ. Вещество использовалось раньше, когда нефтяная база еще активно работала. Это вещество агрессивное и разъедающее, но это опасность только при прямом контакте с кожей. Обществу как таковому опасности нет, но вывести это вещество необходимо в ускоренном порядке, потому что так храниться оно не может, особенно если у объекта нет охраны. Техника, то, как вещество хранится, не соответствует требованиям защиты окружающей среды. В службе отмечают, с владельцами имущества сотрудничают. Они были на месте, когда служба проводила проверку. Правда, как оказалось, несмотря на табличку вангажу на авто у входа, территорию переняло себе предприятие вангажу терминал. Если химические вещества вовремя не передаются на дальнейшую выработку или содержание, нормативные акты предусматривают, что все химические вещества должны быть промаркированы, как нужно, с пиктограммами и надписями, предупреждаю людей о том, что будет, если произойдет какая-то аварийная ситуация. Там такие были? Конечно, нет. В этой ситуации такие указания и пиктограммы не были обеспечены, и это мы зафиксировали. Но главное задание для владельцев сейчас – организовать вывоз этих веществ настолько быстро, насколько это возможно. Служба окружающей среды также призывает других владельцев имущества не ждать, пока их собственность снимут на камеру или пока об этом узнает служба, а самим понимать, что именно владельцы несут ответственность за свою территорию и то, что на ней хранится. Эмилия Гаспарян, Каспарс Маркус, РУС, ЛСМ.